Файт Калайд Лайнер Призма Илья, 3 часть, 37-38 главы. Прошло чертовски много времени. Как твои дела, Джулиан? Есть куча вещей, о которых я хочу спросить, и ответов, которые я бы хотел услышать. Но есть только одна вещь, которую я обязан сказать. Верни Мию. Это было предательством человечества. В ней есть сила, способная спасти обреченное человечество от его судьбы. Изменить этот мир полной трагедии. Отбросить все это ради твоей долбанной сентиментальности? Я не могу даже посмеяться над этим. Правда, не могу. Совершенно никакого... Совершение... Совершение такого делает тебя самым худшим злом. Я не мог подумать, так вот, что тебя заставило совершать все эти поступки. Ты тоже все это время боролся в одиночку. Не делай вид, что понимаешь меня. Но это так. Пожертвовать одним ради спасения большинства. Я знал одного человека с такими же мыслями. Но знаешь, Джулиан, насчет семьи Мию, семьи Сакадски. Они оставили записи с самого первого поколения до Мию. Божественные дитя, рождающиеся в этой семье, способны исполнить любое желание. Как семья, обладающая такой силой, использовала ее. Ты знаешь? Они просто желали вырасти своим детям здоровыми. Они могли пожелать ей богатства и процветания. Но все, чем они просили, были простые желания, которые любой родитель желает своему ребенку. Козел, кстати, нарисовал. И ни одного исключения. Более чем за четыре сотни лет. Если это называется злом, тогда я буду этим злом. Итак, наконец... Длинная, кстати, капец. В конце... Братик... Прости, что заставил тебя так долго ждать. Зачем ты пришел? Я уже знаю от этих людей, что причина, по которой ты и Кирицугу сам взяли меня, это желание использовать мою силу. Что я просто инструмент. Что Кирицугу просто не нашел способа, как меня использовать. А Айнсферсы используют меня, чтобы спасти мир. Так почему же ты пришел? Это не нуждается в словах. Я твой старший брат. Поэтому я должен защитить свою сестренку, разве не так? Я до сих пор пытался понять, как поступить. Я совершал одну ошибку за другой, и это может быть еще одна. Но... Даже если это и так... Я возношу свое желание Святому Граалю. Я молю, чтобы ты нашла мир, где тебе не придется больше страдать. Я молю, чтобы ты встретила добрых людей. Я молю, чтобы ты нашла друзей, с которыми сможешь смеяться. Я молю, чтобы ты нашла свою теплую, маленькую... Мне даже золотка большая, только, конечно. Долю счастья. Бра... Бра... Сожалею, но моя сестренка сейчас немного занята. Могла бы ты подождать немного подольше? Нет. Твое желание не будет исполнено. Имитатор, что проскользнул в войну Святого Грааля, не воспользуется чудом. Карта Арчера. Худший враг. Так это настоящая карта Арчера. Гильгамеш. Да, это он. Человек мечтал о спасении мира. Человек избрал выживание его рода. Я же желаю счастья одному человеку. И затем этот человек... Сила Гильгамеша атакует Шира. Для человека из плоси крови идти против короля героев в воплощение глупости. Ты можешь сползать по земле и молить о пощаде, но если ты поднимешься еще раз, пощады не будет. Теперь я вспомнил. Ясно. Так это ты еще тогда. Понял. Каждый меч, что она так легко бросает в меня. Это фантазм высшего класса. Будь то западные или восточные, древние или современные, все сокровища человечества формируют силу этого героического духа. Так вот, почему Сакурона взяла эту карту сильнейшей. Ты... Человечес... Человечество, да? Это больше... Это больше, много, больше, чем просто слова. Должно быть, огромное бремя вы несете. Но знаешь... У меня тоже есть кто-то, за кого я в ответе. Будь то личное чувство или сентиментальность. Они не важны в масштабах всего мира. Для Айнсверсов, я, связавший пустую карту с героическим духом, был просчетом. Этот героический дух не кто иной, а всего лишь я. И... Они понятия не имеют, что будет, если я и дальше продолжу использовать свою же карту. Трейсон. Мечи? Невозможно. Этот стиль боя... Простой человек из плоти и крови? До тебя медленно доходит король героев. То, что ты видишь, это настоящая имитация героической души. Ты называешься имитацией того, кто сам был лишь имитацией перед Айнсверсами? За такое... Ты поплачешься жизнью. Вот это оскорбление. Один из возможных вариантов развития будущего. Пройдя множество битв, одержимые воплощением своего идеала, я перенял боевые и магические навыки будущего себя. И даже всю его суть. Но лучше сказать... Каждый раз, когда это тело сражалось... Ну и да, вот у него тут начинают разъедать его. Оно было одержимо героическим духом Эмия. Это же... Ну, от его использования силы, да? Это то, что, в принципе, почему Арчер становится такой вот... Так выглядит, начинает. То же самое с этим Широ происходит. Жалкий имитатор. Фейка! Фейка! Твое тело должно уже быть в точке невозврата, но до сих пор. Сила твоих ударов и скорость проецирования возрастают. Я не знаю, что за трюк ты используешь, но он тебе не поможет. Единственное, что ожидает тебя, это верная гибель. Ты знаешь, ты на удивление мила. Что? Ты так переживаешь же своего противника или просто не решаешься убить? У меня никогда не было времени на подобное раздумие. Если у меня получалось, мне не обязательно оставаться в живых... Получи... Получалось... Мне не обязательно оставаться в живых. Если у меня получалось, мое желание уже никогда не будет исполнено. Я... Сейчас я стою здесь, и я использую все, что осталось от моей жизни. Зачем человеком здесь было покончено? Ну, куда-то понятно, на корпе Аршера. Тело мое из мечей сплетено. Я продолжение моего меча. Здесь. Это... Где лежит конец его идеалов? Моя кровь железо, а в сердце стекло. Сталь мое тело, в венах огонь. Прошедшее бесчетное число сражений. Не пересчесть всех мечей, что я создал. Отрезайся от мира. И всякий раз терзая... Теряя что-то вместе с каждым спасенным человеком. Ни разу не отступив, не зная начала и не достигнув победы, не зная конца. Пока, наконец, его мир не стал пустым. Снова одинокий сиротай. Я терпел боль, создавая множество клинков. Проразительная алмазная пыль на холме мечей. Но ни одно из них мне не держать в руках. Но... Но все же... Жизнь моя еще не окончена. Пламя мое никогда не угаснет. Фигамечек. Это фальшивое... Все мое... Тело. Тело. Из мещей сплетено. Клинков Бесконечный край. Ну да, я помню там... Построение... Классическое. Какая-то эмоция. Меняя местами личное и общее, фантазию реальность, наружное и внутреннее, переписывая мир одним только разумом. Сокровенная магия. Зеркало души. В этом месте... Что видим я и он. Эй, что думаешь? Этот мир наполнен бесчетным числом мечей. Но, как по мне, они скорее напоминают могилы. Это, кстати, правда. Классическое изображение. Типа меч волкнутый. Типа, когда трупов много. Это еще не последняя страница. Прости, не составишь ли мне компанию. Пока мои клинки не закончатся. Похоже, я ошибалась. С самого начала у тебя не было надежды на победу. Настолько пренебрегать собой и жизнями других даже у животных больше достоинства. Что за жалкое зрелище, имитатор? Щенок, кроме тебя, подражающий мертвым, опустится на дно этих могил, как того и желает. Ну, у него меч этот... Это как в Unlimited Blade Works. Это, я думаю... Хотя, блин, в СОП... А, не, да, как в Unlimited Blade Works, короче. Он же тоже там огненный достает, когда... Внутри себя... Нет, здесь она выиграет. Это же флэшбэк. Придом, у него я даже, по-моему, нету. Типа, она, по-моему, не способна использовать. Вроде бы. Я не помню, на самом деле, насчет ее. Сэмбер, кстати, кинь ссылку. Не забудьте, я же просил. Что ж. А Джулиан, кстати, не мешал ему, потому что он в своем праве был получить, типа, награду за победу. Или, ну, типа, почему он не вмешивался? Или он просто понимал, что ему не справиться с Эмми в одиночку на тот момент? Нет, это... Итан, ты не знаешь, как, что ли, работает Илья, что ли? Это карты. Карты героев. Их используют люди. Ну, блин, не смотреть Илью и не понимать базовые механики. Это разные вещи. А, то есть, просто он не хотел его убивать. Даже так. Поэтому он дал своему этому псу, грубо говоря, это сделать. Ну, такое. Ну, да, вот здесь он просто... Мы переговорили. И я прошел мимо. Шокировал этим заявлением насчет семьи. Видимо, он это не знал. Да я оставил его. Ну, в любом случае, да. Анжелика пришла и завязала с собой, конечно. Классическое противостояние для франшизы в целом уже. Интересно, что у Шира Unlimited Blade Works да, он зимний. Зима, то есть. Потому что, видимо, решимость и так далее. Ну, типа, снег и так далее. Все это ему напоминает. Поэтому его не пустыня, а снег. Прикольное решение. Во-первых, отличает моментально и свое добавляет. Довольно неплохо сделать решили. Да, суть та же самая. Просто поменяли жар на холод. То есть, может так выразиться. Ну, и самое-менее такой красный. Его обычный вид внешний. Да, ну что ж, я так понимаю, в следующей части мы, скорее всего, закончим даже с флэшбэком. Потому что осталось додраться здесь и увидеть мио в нашем мире. как она встретит героев оттуда. И уже перейдут к актуальным вещам, видимо. Ну, я помню, да, я из-за этой из-за этой сцены в трейлере пошел смотреть Илью, в принципе. Да, игру. То есть, мы на следующий раз в следующий раз закончим с флэшбэком. Точно уже. После папы сюжет увижу. Ух, ладно. Конец записи. Продолжение следует...